Надевать классические костюмы им приходится не часто, зато медали атлеты примеряют с завидной регулярностью. Например, звезда нашего плавания Татьяна Солкуцан в этом году дополнила свой ансамбль олимпийским золотом. Кстати, для Приднестровья первым с юношеских игр. Эмоции, безусловно, переполняют. Сейчас я уже когда довольно много времени прошла, осознала это все. Я безумно счастлива за себя, за свою страну. Впереди взрослая олимпиада, отборную взрослую олимпиаду. Идем дальше. Большинство наград у гребцов. Это призеры чемпионатов мира, Европы и кубковых баталий. Из семерых лауреатов на награждение приехать смог только Аркадий Гончаров. Остальные на сборах тренируются ради новых побед. Как правило, определяют десятку лучших. У нас их не десять, а намного больше. И это радует. Это радует, потому что тот человек, ради которого подняли на педестале флаг, а я считаю, что когда наш спортсмен стоит на педестале, это уже флаг. Понимаете? И мы должны таких людей чествовать. Те, кто смог оторваться от тренировок, отмечают, год был удачным. Например, тэквондист Сергей Усков привез бронзу с чемпионата Европы в Турции, а кикбоксер Максим Казаку стал чемпионом мира среди юниоров в Италии. Бойцы смотрят только вперед. В следующем году главная цель чемпионата мира. Будет туда отбор, будем туда попадать. Это самая главная цель. Там дальше уже загадывать не будем, но это ключевая цель. В октябре у нас будет проводиться чемпионат мира уже по взрослым. Там стать первым, отобраться на всемирные игры и, дай бог, в 2024 году попасть на Олимпиаду. Вкус победы вновь и вновь тянет на подиум. Признаются опытные лауреаты и даже новички. 14-летний боксер из Рыбницы Николай Бурдюжа не просто дебютант, а финалист на европейском ринге. Говорит, что в следующем году намерен подняться на высшую ступень пьедестала. Хотелось бы стать чемпионом Европы. И успехов, самое главное, буду тренироваться. А нашу команду номер один наградами не удивишь. Получает представитель руководства Шериф Султанова Олега Ивановича. Шериф в этом сезоне вновь порадовал болельщиков 17-м чемпионством и выступлением в Еврокубках. Желто-черный в отпуске, но эмоции от футбольного сезона еще свежи. Были, как и положительные, яркие моменты в чемпионате Республики Молдова по футболу. Также были яркие моменты, я считаю, в Лиге чемпионов. Будем работать над этим, будем совершенствоваться при поддержке наших болельщиков. Я думаю, это стимул к тому, чтобы завоевывать очередные какие-то победы. В список лучших спортсменов года вошли и наши пара спортсменов. Были отмечены заслуги призера чемпионата мира по шашкам Дианы Дорошенко, а также пловцов. В последние годы они делают успехи под руководством опытных тренеров. В этом году Государственная служба по спорту отметила 18 лучших наставников. Ведь именно их планы в итоге воплощаются в медали. Пожелал бы им, чтобы им все время сопутствовала удача, чтобы у них не было травм. Они помнили о том, откуда они вышли, уважали своих родителей и тренеров, развивались и двигались только вперед. Улучшать свои результаты и побеждать на международных соревнованиях. Но самое главное, хотелось сказать, чтобы спортсмены не болели. Желаю всем здоровья, прежде всего. Если будет здоровье, то все будет о соревновании. У большой спортивной команды из Приднестровья 129 медалей, 45 из которых золотые. Следующий год предолимпийский и наверняка медалей будет не меньше.